Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оля, и сегодня я хотела бы снять видео про две розы, которые у меня недавно совершенно появились. Они так сильно меня впечатлили, что я решила не просто вставлять их в какие-то подборки, а прям вот отдельно, как-то подробно, развернуто их описать. Они пришли ко мне в одной посылке, и это очень две натуралистичные розы, и при этом они совершенно разные, можно сказать, противоположные, но по-своему прекрасные, просто удивительные. И вот хочется поделиться с вами своими какими-то впечатлениями. Моя радость была даже еще больше, чем обычно, потому что я купила оба эти аромата вслепую, просто по пирамиде, по каким-то отзывам, и они меня совершенно не разочаровали. Притом я купила их сразу в огромных объемах, один 50 мл, другой 100, и я сомневалась, честно говоря, ну вот действительно, если не понравится, что тогда? Но они очень-очень сильно мне подошли. И давайте начнем с первого аромата, это Love от бренда Шапарт. Это крупный ювелирный бренд, но также вот они выпускают парфюмерию. В основном она у них стоит очень дорого, это их такая более бюджетная, что ли, серия. Но, кстати, по поводу цены хочется здесь уточнить. Например, на сайте Духи РФ этот аромат конкретный, я вот сегодня заходила, раньше он там вообще стоил, по-моему, 13 тысяч, сегодня он там стоит примерно 9 тысяч за 50 мл, вот такой флакон 50 мл, и за тестер 100 мл, 10 тысяч или даже больше. То есть это очень высокая цена, тут бы у меня, конечно, язык не повернулся назвать эту линейку бюджетной, вот именно вот этот аромат Love. Но дело в том, очень странная ситуация, на сайте Natina вот конкретно этот аромат 50 мл я купила за 3100 рублей, а потом через неделю там начались распродажи, и вот именно этот же флакончик 50 мл стоил 2400, по-моему, и он очень долго, вот эта цена висела, больше месяца, и периодически там на вот этот аромат бывают очень-очень сильные скидки. 30 мл, у него немножко другой флакончик, там такая круглая крышечка, но все равно флакончик красивый. В общем, как вы понимаете, этот аромат я вам советую покупать на сайте Natina, ну или вообще посмотреть, где выгоднее на данный момент, но скорее всего именно там, потому что в некоторых интернет-магазинах парфюмерии это супер завышенная цена. Когда-то он продавался в Ривгош, и даже на их сайте он на самом деле есть. Я ходила по разным там крупным Ривгошам, но все говорили, что у них его нет. То есть, не знаю, возможно, как-то протестировать его в офлайн-магазине даже, вот несмотря на то, что он в интернет-магазине есть, Ривгоша, но скорее всего не получится. Ну, может быть, вам как-то повезет. Только вот слепую по отзывам, чисто на свой страх и риск покупать. Когда я смотрела отзывы и на канале Духи РФ, и множество-множество других блогеров, постоянно все говорят, что это просто жутчайший флакончик, что он очень страшный, что это пошлость, просто звенящая пошлость, что он отвратительный просто. Но можно с этим смириться. Не знаю, я с этим не согласна. Да, он не супер в моем вкусе, но я не считаю его пошлым, я не считаю его ужасным, отвратительным каким-то качеством. У него просто выше всяких похвал, когда держишь его в руках, он прям супер-супер тяжелый. Некоторые говорят, что крышка из плотного пластика, на самом деле, она из стекла. Она из стекла, она холодная, такая же вот холодная, как флакон, да, как стекло. Это совершенно не пластик. Она очень-очень тяжелая. Флаконы 30 мл, там другая кругленькая крышечка, но тоже ничего. Здесь такое золотое сердечко. Коробочка тоже такого вот красного насыщенного цвета бордового с такими тоненькими золотыми сердечками. Но я уже убрала коробочку, но она ему тоже подходит. И аромат называется лав, и он весь вот в таких вот сердцах. Это достаточно новый аромат 2020 года, и в его пирамиде просто целый сад роз. Там содержится дамасская роза, роза, таивская роза, болгарская роза, роза, марокканская роза, жасмин, цветок апельсина, турецкая роза, пачули, мед, какао, кедр, сандал, ваниль, бабы, тонко, тростниковый сахар. Почему-то многие постоянно говорят во всех отзывах, что здесь очень сильно чувствуется на старте шафран. Но шафрана нет в пирамиде, самое главное, да. И, честно говоря, какие-то оттенки шафрана я тоже здесь чувствую. Возможно, здесь такие пачули. То есть, по сути, это аромат розы с пачули. Изначально кажется, что здесь роза такая вот прям красная, бордовая, вот такая в полном расцвете, такая вот, знаете, бархатная какая-то, может быть, даже такая драматичная роза. С одной стороны, да. Но когда его уже на себе носишь, то замечаешь, что на самом деле действительно здесь какие-то разные розы. То есть, она вроде и драматичная, а вроде и какая-то свежесть такая цветочно-розная в ней присутствует. Вроде бы и эфирное масло какой-то вот болгарской розы, а в то же время и какие-то нежные такие розочки появляются свежие. И как-то вот они все так вот играют. Также у еще одного блогера я слышала, что ей не понравилось здесь огромное количество мускуса, причем такого чисто манталевского мускуса, который эта девушка не переносит. Здесь в пирамиде, опять же, нет вообще мускуса. Я не чувствую его. Я не чувствую здесь манталевского мускуса. Особо вообще никакого мускуса не чувствую. То есть, та девушка говорила, что это придает какую-то кислоту, вот кислинку, которая ей лично не нравится. Но дело в том, что я этого здесь вообще не чувствую. Просто многие люди, которые не любят розные ароматы, особенно вот с такими насыщенными, какими-то маслянистыми розами, действительно они чувствуют вот эту кислинку какой-то розы. Это просто, ну вот, свойство самого этого аромата. Некоторые вот так просто воспринимают. Вот лично я нет. Я пыталась как-то вот вдыхать, думать про какую-то кислоту, кислинку, розы. И в этом аромате, и вообще в других ароматах, где прям вот ярко, натуралистично, насыщенно звучит роза. Там типа Серж Лютанс тот же, вот Черный Лебедь от Бракар. Серж Лютанс Берлинская Дева. У Джо Малон есть аромат Red Roses. Ну, в общем, такие ароматы прям вот насыщенные. У Манталь тоже много с розами таких ароматов. Я немножечко что-то такое поняла, что вот их смущает. Но я это воспринимаю просто по-другому. То есть, кислоту в парфюмерии я тоже не люблю. Мне не нравится, чтобы от меня шел какой-то кислый такой странный запах. Но я его так не воспринимаю. Для меня он так не звучит. Для меня ярче всего здесь звучат, конечно же, розы. Причем вот самые-самые разнообразные. И красные такие, бордовые, и какие-то нежные, и даже какие-то пионы. И многие чувствуют здесь герань. То есть, такая вот роза гераневая. Да-да-да. То есть, вот какие-то различные оттенки, ипостаси, розы, правда, здесь присутствуют. При том, что интересно, они достаточно натуралистичные. То есть, в люксовых ароматах очень редко можно встретить какую-то вот такую реалистичную розу. То есть, там какая-то роза содержится, и даже вроде как считается, что это аромат про розу. Но все равно она какая-то более с люксовым звучанием, каким-то не совсем вот четко разделяющимся на ноты. Ну, в дальнейшем я еще про это поговорю сегодня. Также здесь вот эта древесная база, и действительно чувствуется вот это направление шафраново-амброво-розное такое с пачулями. Пачули здесь такие тоже мрачноватости добавляют. Кому-то это не нравится. Лично я такое просто обожаю, я такое люблю. Это как раз вот то, что мне нужно. Но здесь единственное, что достаточно восточное звучание, что обычно не в моем вкусе. Но здесь восток такой вот какой-то, ну, как я говорю, европейское прочтение восточной темы, потому что здесь нет какой-то вот мысленистости такой вот прям душной, свербящей, да. То есть, вроде бы и да, но как-то все равно это легко, диффузно так вот. И аромат, нельзя сказать, что он какой-то убийственной стойкостью обладает. Она у него средняя. То есть, на одежде, конечно же, будет дольше держаться. На коже поначалу достаточно такое вот яркое, какое-то облако появляется. А потом он звучит, его слышно, но достаточно уже близко к коже. Он какой-то становится более бархатистый, такой теплый, нежный. Недавно я снимала видео, где рассматривала 10 ароматов про любовь, в названии которых содержится слово «любовь» там на разных языках мира. И ко мне недавно как раз пришел этот аромат. Я не могла его, естественно, не включить. Он называется «Лав». И вот там, посмотрите, кстати, это видео по ссылке здесь вверху и в описании ролика. Так вот, я там говорила, что если это любовь, то это такая прям зрелая уже какая-то взрослая любовь, такое взвешенное, проверенное чувство какое-то глубокое взрослых людей. То есть, это не первые свидания, это не первая какая-то влюбленность, а прям что-то такое уже настоящее, созревшее, вот распустившееся, которое разными какими-то гранями открывается. В общем, это очень красивый, достойный, благородный аромат. Мне вот сейчас его даже захотелось на себя нанести, потому что с флакончиком он, конечно, пахнет, но хочется прям в это облако погрузиться. Там в пирамиде написано, что есть мед какао, но сладковатость здесь такая прям едва-едва заметная. То есть, нельзя сказать, что это какой-то тяжелый, сладкий, такой вот насыщенный женственный аромат. Понятно, что он женственный, но он не слишком сладкий. Вот, если честно, он помог даже подойти мужчине, который, конечно, в принципе, готов носить розы, такое редко встречается, но, в принципе, вот почему бы и нет. Аромат такой прям какой-то взрослый, благородный. Это, правда, прям какой-то сад цветущих роз. С одной стороны, у него парфюмерное звучание, все-таки вот эти почули, но есть, есть шафраново-амбровые такие оттенки даже, которые вот не заявлены в пирамиде. Возможно, тростниковый сахар. Ну, мы все знаем, что пирамида – это такое ознакомительное нечто. То есть, не значит, что здесь прям реально содержится тростниковый сахар и так далее. Это просто для того, чтобы нас как-то натолкнуть на какие-то ассоциации, чтобы мы вообще поняли суть этого аромата. Но есть что-то здесь вот это спецовое, розовый перец, шафран. Но в то же время свежесть вот этих роз, она присутствует. О, эти розы прям целый, действительно розовый, розный, как хотите, сад. Прям вот различные-различные розы. Причем вот не как запах цветочного магазина. Нет-нет-нет, не такой. А вот, правда, какие-то розы, разогретые солнцем, прям вот нагретые, дневные такие. Такой аромат вполне мог бы быть и в нише. То есть, на самом деле, вот в нише такого плана ароматы очень даже часто встречаются. Ну, сами понимаете, цены на них там 10, это минимум 20 в основном, средний такой ценник. А этот аромат, да, я купила за 300, но можно было купить и за 2400, то есть вполне. То есть, он звучит намного дороже своей цены. Это вот просто явно. Явно. В плане флакончика, люди, которые, видимо, являются сияющим каким-то эталоном вкуса, постоянно, как я уже сказала, говорят, что это пошлость пошлейшая, неимоверная. Пошлость на пошлость пошлостью погоняет. Но я так не считаю. Я наоборот даже считаю, что здесь есть какая-то вот эта вот магия, знаете, красного флакончика, такого насыщенного, именно качественного, стеклянного, полностью-полностью красного. Когда его как-то вот поворачиваешь, там всполохи какие-то внутри, вот эти красные загораются, и он очень ему подходит, вот эти все розы, вот это сердце, лав. Да, я не люблю золотой цвет, но многие люди его любят. Здесь он абсолютно-абсолютно качественный, такая вот гравировка на какой-то полированной сердечке, таком золотом. Я говорю, исполнение просто качества выше всяких похвал, у меня к этому нет вообще никаких претензий. И наоборот даже, мне приятно на своей полочке иметь этот флакончик. Хотя мне разное нравится, но и такой там тоже вполне вписался очень удачно. Напишите, пробовали ли вы этот аромат, как вам его исполнение, флакончик, как вы вообще относитесь к розам. Ну, кстати, вслепую, да, покупать его людям, которые вообще не переносят розу, какую-то насыщенную, такую красную, а любят что-то более нежное, фруктовое, такое цветочное, свеженькое, вам, конечно, этот аромат не понравится. Но это 100%. Но если вы как бы готовы уже к такому направлению, но, например, всякие ароматы, там, манталь, да, вот такие, кажутся вам слишком тяжелыми, слишком вас отпугивают, то вот эта ступенька такая, да, на пути к принятию подобного типа аромата вполне даже имеет место быть. Говорю, потому что он вот не такой тяжелый. Вот он как будто бы как туалетная вода, что ли. То есть он вот именно диффузным таким облаком вокруг вас, каким-то более легким. Он не прям вот кокон такой прям плотный-плотный окутывает, как вот, например, иногда может быть с манталевскими некоторыми ароматами. А здесь нет. Я говорю, при том он быстро вот как-то начинает ближе к коже уже звучать, так вот нежно, как-то тепло, укутывающе. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы про него думаете, про его пирамиду, пробовали ли вы его где-то, может быть, вы тоже его купили вслепую, и как вообще ваше впечатление, понравился он вам или нет, как вам этот флакончик. Может быть, действительно у меня какой-то пошлый вкус, я ужасно пошлая, и вообще никогда не стать мне истинной леди с таким вот вкусом. Но, честно говоря, я бы его рекомендовала все-таки людям, которые любят вот эти красные розы вообще в разном исполнении, такие достаточно натуралистичные, с оттенками. Здесь вот оттенки только почули, и в основном, конечно, это же все розы. Какие-то специи, вот эта вот амброва, деревяшистость такая в базе, легкая сладковатость. Мед какао вообще не чувствую. Вот может быть тростниковый сахар что-то добавляет, тоже такой вот шафрановые оттенки, потому что их тоже вместе как-то часто группируют. Вот тростниковый сахар, шафран. Я замечала во многих ароматах, особенно вот у Монталь. Для такого ценового сегмента, для люксового аромата, это прям находка. Обязательно его попробуйте, если будет такая возможность. И вторая роза на сегодня, это ее просто полнейшая противоположность. Это роза Пол Смит. У меня флакончик 100 мл. Сразу я вслепую почему-то купила его, потому что я посмотрела обзор одного блогера, которого люблю, Татьяна Миронова. И вот у нее именно я впервые увидела этот аромат. До этого я вообще никогда с ним не сталкивалась, нигде в офлайн-магазинах он у нас не представлен. То есть его можно купить только по интернету, вслепую. И я как-то стала смотреть другие отзывы, его пирамиду и так далее, описание. И в итоге рискнула и прям очень-очень довольна. Это, кстати, его коробочка. И она ему тоже настолько сильно подходит. Здесь вот, значит, надпись. Тут тоже нарисована такая роза. У меня, кстати, есть тоже похожая картинка. Здесь она как будто бы акварельная такая. У меня тоже акварельная. На белом фоне. Но я ее нарисовала вообще уже давным-давно. Просто так вот подошло. Пол Смит — это дизайнер-модельер. Его жена, она занималась разведением роз. И вывела новый сорт роз даже. То есть она так серьезно этим занималась. И назвала его в честь своего мужа, сэр Пол Смит. Это такие розы, которые вот в саду именно растут. Такие крупные кусты. Огромные такие вот махровые розы. Это чем-то они похожи на пионовидные розы. То есть они такие прям крупные очень. Там много лепестков. Они такие вот богатые. Меня это так тронуло. Это история прям такая какая-то история любви. В пирамиде этого аромата роза «Зеленый чай», фиалка, турецкая роза «Магнолия», «Мускус». Это аромат в первую очередь, конечно же, очень-очень розный. Как ни трудно догадаться. И розы здесь вот полная противоположность тем, которые в «Лав Шапарт». То есть это такие розы прям свежайшие какие-то. Просто вот в росе такие утренние, чистые, просто звенящие. Восхитительные просто. Вот здесь есть «Зеленый чай», но я его как чай не воспринимаю. Я воспринимаю, что это именно листья розы, вот стебли такие прям, знаете, наполненные влагой. И сверху даже на них может быть какая-то есть вот роса. То есть они такие прям сочные какие-то, свежие, свежайшие, просто невероятно свежие. То есть такая вот прям роза с зелеными листьями и стеблями в вазе прозрачная с такой холодной водой. Вот этот флакончик, он очень похож на вазочку. Это правда. И вот прям в такой же примерно вазочке должна стоять вот эта роза. Сейчас я даже попробую вот так вот сопоставить здесь. То есть вот в этой вазочке должна стоять вот такая вот прекрасная, свежая, просто чистейшая, восхитительная роза. Вот примерно именно так это и должно выглядеть. То есть на белом фоне, в каком-то белом интерьере стоит хрустальная прозрачная такая вот минималистичная ваза. И в ней роскошнейшая, свежайшая роза с листьями. И вот прям свежесрезанная только что из утреннего какого-то сада. И вот она стоит в холодной, прям холодной воде. Знаете, у меня такие ассоциации были с ароматом от Cartier, который называется базе-вале. То есть там, конечно, не розы, они вообще не похожи по своей сути. То есть там лилии, там лилии без индольности, такие белоснежные, чистые, тоже лилии со стеблями, с какими-то листьями, такими прям сочными, свежими. И тоже именно вазе в прозрачной и в очень холодной такой чистой-чистой воде. Только что вот их поставили, и вот этот момент вот запечатлен в том аромате. А здесь вот все то же самое, только не лилии, а роза. Этот аромат, он прям очень такой прохладный, очень натуралистичный. То есть здесь нет уже никаких специй, там чего-то такого, шафрана, вот восточности. Нет, нет, нет. Это очень такой прям утренний, какой-то весенний, звенящий, летний какой-то аромат. Вот, просто прекрасный, волшебный. Я восхищена на фрагрантике. И вообще многие люди сравнивают его с ароматом от Хлоя, тоже розус. У меня он есть. Вот я сейчас даже для примера принесла флакончик. Между ними, вот когда я вдохнула его, я почему-то сразу не подумала про Хлою. Я потом это заметила уже на фрагрантике, в комментариях. Но между ними, правда, есть сходство, но есть и различия. То есть не могу сказать, что они прям абсолютно одинаковые какие-то. Потому что у Хлоя более какое-то люксовое звучание. И более розочка здесь, она более кисленькая, во-первых, более какая-то люксовая, такая вот яркая. И более помадная, что ли. В ней больше теплоты. И она как-то вот запудривается на коже. Это красивый аромат, я его люблю. Он у меня тоже в 50 мл. Как-нибудь я расскажу вообще про ароматы Хлоя, которые я знаю, люблю, ношу. Ну, потому что это бренд, с которым я не сразу как-то подружилась. Много раз к нему подходила. Было очень сильно не мое. Но в какой-то момент стало мое, к счастью. И теперь я его прям очень сильно прочувствовала и полюбила. Ну так вот, эта роза, по сути своей, где-то они похожи. Но вот здесь более холодная, более натуралистично звучащая роза. Вот именно с листьями, вот этими лепестками, такая в ледяной какой-то воде. Здесь аромат похожий по своей сути. Но не такой холодный, не такой какой-то вот пронзительный. Он более тепленький. И вот на коже он тоже, вот этот остается холодным ароматом, а этот он явно более теплый. И сами розы здесь, мне кажется, чуточку менее реалистичны. Вот в старте они звучат прям натуралистично. Действительно узнается вот эта свежая, тоже красивая роза. Но в целом, все-таки такой люксовый аромат. И, как правило, там даже если ярко звучит какая-то нота, какой-то цветок, все равно он не слишком натуралистичный, как часто вот в нишевых ароматах любят делать, а такой более какой-то люксовый, усредненный, привычный. Я не говорю, что этот аромат, он чем-то хуже, да, вот просто у них какие-то разные оттенки. То есть как будто у них один и тот же цвет, одно и то же вообще. Много действительно сходства, но все-таки какие-то разные оттенки. И этот мне не меньше нравится на самом деле. Стойкость у него, конечно, тоже такая средняя. Не могу сказать, что прям он супер яркий, стойкий. Вот это все-таки свежесть такая вот прохладная. Чтобы ее добиться, невозможно, видимо, сделать какую-то ультра стойкость. То есть в этом плане вот Хлоя более стойкий, мне кажется, аромат, потому что вот у него он как-то запудривается так, немножечко помаднее звучит на коже. То есть это изначально ему дает какую-то более базу такую тяжеленькую. Здесь ее поскольку нет, он сразу звучит так вот прозрачнее, прохладнее, но это очень красиво. У него стойкость нормальная такая, в принципе, но не слишком высокая. Ну не совсем уж там одеколона, конечно, или какой-то вообще там за 100 рублей поливашки. Нет, не до такой степени. Но, конечно, прям на весь день ее скорее всего не хватит. То есть если хотите большей стойкости, нужно наносить на одежду, на волосы. Но поскольку у меня 100 миллилитров, я вообще, мне кажется, им просто поливаюсь и чувствую себя восхитительно. Это настолько вот сейчас вот к весне ближе, этот аромат настолько вот он мне просто поднимает настроение, он настолько вот всегда кстати. Вот эти свежие розы, холодные, прохладные, утренние в России. Я его просто-просто обожаю, очень советую вам с ним познакомиться. Хоть купить, кстати, тоже я его купила на Натин, это вот был один заказ. И он стоил, по-моему, 1200 за вот флакон 100 миллилитров. Так что смотрите на других сайтах, если там будут какие-то запредельные цены, имейте в виду, что в целом его можно найти достаточно бюджетно. Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, пробовали ли вы эти ароматы, как вам их дизайн, оформление. Оно такое прям абсолютно противоположное, но мне нравится вот разное. То есть совершенно какие-то противоположные вещи, даже подчас. Но я не вижу в этом какой-то проблемы, потому что разное бывает в жизни настроение, разные ситуации, и хочется тоже как-то меняться и ароматы подбирать под различные какие-то ситуации и состояния. Если вас не затруднит, напишите, пожалуйста, какие розы в парфюмерии вы любите. И любите ли вы вообще розы в парфюмерии, потому что я знаю, что это нота, это звучание. Не все как-то любят, не все принимают. Я раньше как-то особо и не обращала на это внимание, а потом вот все больше и больше пробую различных каких-то оттенков, вариаций на эту тему, и все больше и больше мне они нравятся. Хотя раньше, вот когда-то, очень давно, даже аромат вот свежей живой розы мне казался неприятным. То есть я его чувствовала каким-то тяжелым, душным, каким-то старческим, там не знаю, но что-то меня раздражало в нем, мне было неприятно. Даже вот свежий живой цветок, а парфюмерия уж тем более. Но потом со временем это стало меняться, я как-то все больше и больше в это погружалась, интересовалась, и вот теперь розы это просто одно из моих самых любимых направлений. Так что мне было бы очень интересно, если бы вы написали какие-то свои любимые розы, может быть даже с каким-то более развернутым комментарием, почему они вам нравятся. И мне интересны любые сегменты, и бюджетные, естественно, тоже. И люксовые, и нишевые, везде есть свои какие-то и провальные ароматы, и какие-то гениальные ароматы, и шедевры свои в любом-любом ценовом сегменте. Я в этом уверена. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и до встречи в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok